На Донбассе не прекращаются обстрелы. За текущие сутки, по данным штаба операции объединенных сил, боевики 9 раз нарушили режим перемирия. Двое украинских военнослужащих были ранены. Все подробности о ситуации на передовой узнаем от Игоря Левенка. Позиции наших солдат под Красногоровкой до окраин оккупированного Донецка каких-то 5 километров. Бойцы говорят, окопная война продолжается, хотя почему-то сейчас ее называют перемирием. Ну, значит, всыпались, чего могли только. И крупнокалиберные пулеметы, и сапоги летали. Все в трассерах, все в огнях было. И пришлось выгонять БМП и отдавать адекватную ответку ему. Это Евгений, наводчик БМП. Рассказывает о том, как прошла ночь накануне. Бой длился 9 часов. Вот ему-то и пришлось давать адекватный ответ из своей боевой машины. Только после этого наемники успокоились. Скорее всего, прошла ротация. Ну, не было такого. Сейчас навезли много пулеметов. Раньше такого не было. Снайперы сильно активизировались. Под утро наши немного отдохнули. В соседнем окопе огневую позицию пулемета занимают два бойца. Под ногами сотни отстреленных гильз. Ночь выдалась уж очень неспокойной. И АГС, и СПГ. Пришлось отвечать. Пришлось, а что делать? Долго терпели, терпели, но ответили. Ну, хотя бы дали понять, что мы здесь находимся, что мы не спим. У бойцов похожие черты лица, цвет глаз и даже тембр голоса. Александр и Андрей признаются, они родные братья. 33 полных, 31. Братья родом из Коблева, Одесской области. На войне с 2014 года. Пошли по мобилизации, теперь контракт. Сейчас служат в одном подразделении, но так получилось, что боевой опыт у них разный. У младшего Андрея за плечами ожесточенные бои под Дебальцево. Да и по званию он выше Александра. Старший солдат. Он посидел дома, я пошел на контракт. Думаю, по одному сходить сначала, но не получилось. Он говорит, ладно, я тоже иду к тебе. Все, договорились. Александр и Андрей и до войны были неразлучны. Живут в одном городе, вместе учились и работали. Теперь вместе воюют за Украину. Вместе на одной фирме в охране работали. И на заправке работали. А и на пенопласте вместе работали тоже. Уже давление пенопласта тоже вместе. А планы на будущее? Долго служить будете? Ну, я еще буду служить точно. Да, надеемся, что скоро закончится. Я пока на гражданке себя не вижу. Да, смотрим. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности телеканал Интер.